Я вот если начинаю есть орехи, я просто не могу остановиться. Это как семечки. Да, и все знают, что орехи полезны, но я тут задумалась, а что будет, если съесть очень много орехов? Что будет? А вот, я решила хорошенько про это разузнать и прямо сейчас расскажу об этом в рубрике «Начни сегодня». Все ли полезно в орехах? Да, эксперты тут прокомментировали несколько распространенных предубеждений. Пока, Кирилл, ты ешь, я тебе расскажу, но ты сильно не увлекайся, так как первое, о чем стоит поговорить, считается, что орехи помогают похудеть. Ну, нет, Кирилл, не надейся. Они очень калорийные, получается, что даже если их немножко, если немножко их даже съесть, то все равно человек перебирает по калориям. Перебирают? Конечно, конечно. Это нужно тогда уменьшить количество пищи, которую ты употребляешь в день. Но проблема в порции. Если бы орехи мы ходили, собирали, как раньше, чистили, мы намного бы их меньше съедали, потому что очень много бы времени на это уходило. Ну, сейчас, когда они очищены, продаются, и мы их мешками можем купить, поставить дома, конечно же, конечно же, очень, ну, передаем. Идеально съедать 20 орехов в день, и то разных, да, разного вида, ни одного. Также считается, что они тяжело усваиваются, и это правда, потому что там высокое содержание жиров, их следует вымачивать для того, чтобы они легче усваивались, они также становятся более вкусными. Замачивать лучше орехи на ночь. Можно добавлять, по желанию, немного морской соли. Потом с утра нужно их промыть и либо сразу есть, либо поставить в холодильник, но не больше, чем на три дня. Примерно так. А они не могут долго храниться? Это же орехи. Это еще одно, да, из заблуждений, что они долго хранятся, но многие сорта орехов хорошо хранятся только при соблюдении определенных условий. Это солнечный свет. Он не должен попадать на орехи, потому что содержащиеся масла в орехах, они разрушаются под действием солнечного света, поэтому покупаем в скорлупе желательно орехи, если понимаем, что хранить нужно долго, и храним в закрытом, ну, в какой-нибудь банке непрозрачной емкости. Горьковатый привкус – это признак того, что орехи уже начали портиться. У меня такое было с макадами, когда я первый раз попробовала орех этот в скорлупе. Он же невероятно вкусный какой-то, похожий на десерт такой, да. Но, когда этот же орех попробовала без скорлупы, который продается, он имел горьковатый привкус. Я поняла, что да, так вот. Быстро испортился, наверное, без скорлупы, поэтому покупать, наверное, лучше вот именно запаковывать. Да, да, все верно. Естественную упаковку. Также считается, что обжаренные орехи усваиваются лучше. Это так, но диетологи не советуют все-таки это делать, потому что такая обработка. Если уверена, что орех свежий, хороший, качество у него тоже высокое, то не надо обжаривать. Во-первых, при высокой температуре разрушаются поленасыщенные жирные кислоты. И еще там разные образовываются химические соединения в результате нагревания жиров. И они обладают канцерогенными свойствами, поэтому едим их свежими, сырыми. И еще одно предупреждение, что горсть орехов заменяет десерт. Ну да. Возвращаемся к первому пункту. Они очень и очень калорийны. В 100 граммах орехов содержится в полтора-два раза больше калорий, чем в таком же по весу кусочке торта. Подожди. Но. Да. У меня вопрос. Что? А если мой кусочек торта с утра был с орехами? Это просто двойной удар. Но орехи, конечно же, полезнее будет, чем десерт. Так что употребляем не более 40 граммов орехов в день. А тем, кто хочет как-то вес в норму привести или снизить калории, даже больше 20 лучше не есть.